Здравствуйте! В эфире новости Осетии. В студии Анна Голобаева. О главных событиях дня расскажем прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Министы партии «Единая Россия» вместе с администрацией города проверили, в каком состоянии находятся общественные зоны отдыха. Мониторинг провели в рамках проекта «Городская среда». Остались ли довольны увиденным? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хочу на геофак, в СОГУ прославлять свою республику. Важный и ответственный день. В республике стартовал единый государственный экзамен. Больше трех тысяч выпускников сдавали сегодня географию, химию и литературу. Троих бойцов Росгвардии освободили из украинского плена в результате комплекса специальных мероприятий. Противник удерживал военнослужащих больше восьми месяцев. Разведчиков из Северной Осетии и Ставропольского края захватили после одного из боев. Они израсходовали все боеприпасы, пытались выйти к своим. При этом один из бойцов не мог самостоятельно идти из-за ранения. Через семь суток они попали во вражескую засаду. Сегодня ночью борц с освобожденными военнослужащими прибыл в Москву. У трапа самолета их встретили сослуживцы и представители руководства ведомства. В ближайшее время с ними будут работать специалисты главного военного клинического госпиталя Росгвардии. Дальше долгожданное возвращение домой к родным и близким. В Доме правительства наградили участников специальной военной операции. Исполнительный директор Российского фонда свободных выборов Максим Лесков и руководитель администрации главы правительства Ибрагим Габеев вручили им медали Александра Невского. В числе отличившихся самый молодой боец добровольческого батальона «Алания» Рустам Астаев. На мероприятии присутствовали участники всероссийского конкурса молодежных проектов «Учимся выбирать». Для ребят это хорошая возможность встретиться с героями и понять, какой ценой достается мирное небо, отметил Максим Александрович. После всего того, что они увидели, услышали, не через экраны, не через телеграм-каналы, а лично, они изменились. И они, ну, можно сказать так, просветились, что ли, вот этим новым пониманием той реальности, которая есть на самом деле. И я уверен, что эти изменения будут играть очень важную роль в их дальнейшем развитии, в их дальнейшем росте. «Мы вместе» концерт с таким названием организовало греческое общество «Прометей» в поддержку участников спецопераций. Творческие коллективы показали танцевальные, вокальные и театральные номера. Национальное общество подготовили гостям насыщенную программу. Вырученные средства направят на поддержку бойцов, участвующих в СВО. По словам председателя греческого общества «Прометей» Юрия Слонидия, это уже не первая благотворительная акция. «Наше общество «Прометей» мы собрали средства, финансовые средства, закупили уже и послали уже нашему батальону «Шторм», послали рации, комплект раций. И решили провести благотворительный концерт в поддержку СВО. И вот этот концерт, он и так и озаглавлен, что мы вместе. Когда мы вместе, тогда мы сила. Я выступаю от греческого общества «Прометей» с 7 лет. Мы долго готовились к данному мероприятию. Было очень приятно участвовать в данном концерте. К другим темам Владимир Путин встретился с членами общероссийской организации «Деловая Россия». Мероприятие приурочили ко дню предпринимательства в режиме видеосвязи. В форуме участвовал Сергей Миняйло. Президент страны отметил, сегодня отечественный бизнес активно осваивают свободные. После ухода части западных брендов, наши и, по мнению главы государства, пришло время возвращать свои позиции на рынке. Владимир Путин подчеркнул, большинство отечественных предпринимателей делом показали, что их интересы связаны именно с Россией. Однако, по его словам, страна не должна замыкаться только на внутреннем рынке. Государство продолжит снижать административную нагрузку на бизнес. В завершении глава государства выступил с инициативой объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда. Автодорога Р-217 «Кавказ» в обход столицы республики готова почти на 50%. Строят ее в три этапа, сдать планируют к концу следующего года. Масштабный проект Сергей Миняйло обсудил на встрече с заместителем руководителя Росавтодора Андреем Самарьяновым. В ширину проезжая часть будет 15 метров по две полосы в каждую сторону. Покрытие из трехслойного асфальтобетона с высокой устойчивостью к транспортным нагрузкам. Параллельно там устраивают водоотводные сооружения и электроосвещение. Также построят три двухуровневые транспортные развязки и семь путепроводов. Реконструируют мост через Черную речку и возведут новый. Недалеко от садоводческих товариществ у Учитель, Дарьял и Надежда будут проезды с тротуарами параллельно Московскому шоссе. А рядом с жилой застройкой в Учитель установят три километра шумозащитных экранов. Проектное финансирование, инфраструктурные облигации, ипотечные программы, поставки лифтового оборудования, обновления городской среды. Эти механизмы в республике готов применить Институт развития Дом.РФ. Они позволят перезапускать территории и формировать новые качества жизни. На совещании с Борисом Джанаевым представители Дом.РФ подробно говорили о возможностях в строительной сфере. Побывали на будущих стройплощадках, рассказали о нюансах торгов и финансовых инструментах для реализации проектов. Мы со своей стороны максимально поддерживаем отрасли, применяем все инструменты поддержки, которые сегодня существуют. Это федеральные инструменты, региональные. В тесном взаимодействии работаем с Дом.РФ, с банком Дом.РФ и реализуем множество уже проектов. Сегодня у нас идет разработка мастер-плана. В Владикавказе, куда максимально мы постарались внедрить все вопросы, которые сегодня существуют, проблемные вопросы. В принципе, мастер-план основывается на мнении наших жителей. Это тоже очень хорошие инструменты по спорю. Активисты «Единой России» совместно с администрацией Владикавказа провели мониторинг общественных территорий. Их благоустроили в рамках партийного проекта «Городская среда». С 2017 года по ней привели в порядок сотни дворов и мест для отдыха. В рейс со специалистами отправилась и наша съемочная группа. Слово Сабине Гатаговой. Раньше это место сложно было назвать парком. А сейчас здесь благоустроенная территория с новым асфальтом, удобными лавочками, урнами, прогулочными дорожками, освещением. Жители близлежащих домов изменений ждали давно. Теперь досуг проводят с удовольствием. Живут долго уже в этом районе. И, наконец-таки, у нас, как говорится, такой подарок. Гуляем, отдыхаем, дети катаются, собаками гуляем. Воздух, птицы. В общем, радость и наслаждение. Активисты партии «Единая Россия» и администрация Владикавказа лично убедились, в каком состоянии сейчас парк «Металлург». А в благоустройство это хорошо, но важно поддерживать территорию в чистоте и порядке и решить проблему с освещением. Мы выяснили в администрации, что в настоящее время идет перенос подключения с одной точки на другую. Это локальная проблема, временная. В ближайшее время проблема будет исправлена. А эту прогулочную зону во Владикавказе знают все. На площади фонтана всегда много людей, особенно в солнечную погоду. Благоустроили ее на совесть. Отремонтировали фонтан, установили новые лавочки и современное освещение. Но недочеты все же есть. Полный комплекс по замене старой плитки асфальта на новую брусчатку. Была проведена полностью реконструкция старого фонтана, где были заменены полностью и как насосы, так и внутренняя вся система. Остались небольшие недоделки этого устройства партнерного газона. Это уже будет вести силами зеленстроя. Посетили и аллею Нагакаева. Здесь была всего одна тротуарная дорожка и та в ужасном состоянии. Прежде мест, где отдохнуть и погулять у местных жителей не было. Поэтому они дружно проголосовали за благоустройство аллеи по партийной программе «Единой России». Я надеюсь, что мы продолжим эту программу и призываю всех жителей республики проголосовать за те объекты, которые должны быть реализованы. Как мы знаем, есть сайт «Загорсреда», на котором мы можем каждый проголосовать за тот объект в республике, который нам больше нравится для благоустройства. Во время мониторинга жители обращались к партийцам за помощью. В районе рынка Викалина сплошной автомобильный коллапс. Не хватает и парковочных мест. Земля загружена, и по Владикавказской, ну как, даже, я считаю, что дорогу надо чуть-чуть расширить. Партийный проект «Городская среда» реализуют в республике с 2017 года. За это время привели в порядок около 600 дворов и больше 150 общественных зон. Мониторинг активисты продолжат и дальше. Современное городское пространство должно быть удобным и безопасным. Этому вопросу «Единая Россия» уделяет особое внимание создание комфортных условий – главное направление народной программы партии. Самина Гатагова, Артур Дудаев, Новости Осетии. Свыше 300 миллионов рублей выиграла молодежь Северной Осетии на различных форумах и конкурсах за последние пять лет. Инициативные ребята республики активно участвуют во всех мероприятиях, которые проходят на площадках не только республики и всей России. Только за последний год регион представили около двух с половиной тысяч человек. Многие уверенно заявили о себе на федеральном уровне. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель комитета по делам молодежи республики Руслан Жусоев. Наши ребята сегодня выезжают на Дельфийские игры и ребята везде уверенно заявляют о себе. Из года в год количество молодежи в этих форумах, в этих мероприятиях растет. Это очень радует. Говорили о поддержке добровольчества. Теперь самые активные волонтеры получат премию главы Северной Осетии в размере 50 тысяч рублей. В прошлом году республике удалось привлечь грантов на общую сумму 123 миллиона рублей. Из них 105 миллионов благодаря участию в конкурсе федерального агентства по делам молодежи «Регион для молодых». В этом году начался ремонт дворца молодежи. Его не ремонтировали более 50 лет. Систему отопления демонтировали. Следующий шаг – преображение актовых залов. Малый актовый зал, где проводят свои репетиции молодежный театр «Амран». Потом оснащение обоих актовых залов. Это световая звуковая аппаратура. И плюс, конечно же, приступили сейчас к ремонту спортивного зала. Тоже очень важно. И к концу августа мы планируем оборудовать спортивный зал уже современными тренажерами. Профессор научный и общественный деятель, первый ректор СУГУ. Христофору Чибирову открыли мемориальную доску на стене его родного дома. В торжественном мероприятии участвовали родственники, ученые и коллеги общественные деятели. Говорили о вкладе, который Христофор Тодиозович внес в развитие образования республики. Он родился в Южной Осетии, в селе Чеселт. В 1934 году поступил в Московский институт истории, философии и литературы на исторический факультет. А уже через пять лет молодого специалиста пригласили на работу в Госпединститут. Позже он возглавил его. В 1953 году Христофору Тодиозовичу присвоили ученую степень кандидата наук. Еще через несколько лет он стал профессором кафедры КПСС Северо-Осетинского государственного университета. Сегодня для выпускников республики началась горячая и ответственная пара экзаменов. Первые испытания по химии, литературе и географии. Несмотря на понятное волнение и тревогу, ребята уверены в своих силах. По словам специалистов, все прошло в штатном режиме без нарушений. Лидия Цахилова расскажет подробнее. Никаких гаджетов и посторонних предметов. На сигнал металлоискателя реагируют и общественные наблюдатели. С собой можно только паспорт, ручку и калькулятор. Милана Батоева прошла в аудиторию за полчаса до экзамена. Волнуется, как и все, но в своих силах уверена. Географию сдаст минимум на 40 баллов. Я готовилась около двух лет, но это было так. Поготовилась, потом отдых и опять так повторно. Как я к нему готовилась? Просто открывала материалы, открывала ким, и что-то не понимала, то искала это в источниках. И все, все очень просто. Хотела на геофак. В родителей географа почему бы и нет. На геофак СОГУ поступить намерен и Мартин Сокоев. Готовился усердно, занимался с репетиторами. Говорит, так больше шансов получить высокий балл. Надеемся на 100. Не меньше 80. Потому что очень сильно любил географию всю жизнь. Хочу на геофак СОГУ прославлять свою республику. Интернет-курсы, репетиторы. Год усердной работы. Экзамен начался, как и положено, ровно в 10 утра и продлился 3 часа. Чтобы не было никаких нарушений, следят федеральные наблюдатели и представители экзаменационной комиссии. Сам пункт проведения экзамена был готов еще вчера. К слову, в этом году ввели некоторые технологические особенности. Впервые у нас по технологии проходит и печать, и сканирование в аудитории. Это абсолютное новшество для нашего субъекта. Мы прошли несколько раз и проверку технической готовности. Но все-таки основной экзамен, он всегда вызывает беспокойство. К счастью, ни одного технического сбоя не было. Дети вовремя начали всю процедуру проведения единого государственного экзамена. В нашем пункте 102 участника. Дети разных, из разных школ. Обстановка у нас спокойная, доброжелательная. Восемь аудиторий. В первой аудитории у нас дети сдают с ОВЗ. Организаторы ознакомлены с инструктажом. Все распечатали. Браков нет. Все у нас подготовлено. Аппаратура работает хорошо. Мы все проверили. Вчера отгремел последний звонок. Вчера мы принимали пункт. Поэтому все мы подготовили вовремя. Помимо географии, 11-ти классники проверяют знания в химии и литературе. А в понедельник обязательный предмет – русский язык. В этом году ЕГЭ сдают почти 3700 выпускников республики. Действуют 17 пунктов проведения и 11 на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья. Лидия Цехилова, Георгий Гагиев. Новости Осетии. Порядка 25 пациентов осмотрели врачи Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Прием ввели в детско-республиканской клинической больнице. В рамках сотрудничества федеральных центров с регионами врачи приезжают уже седьмой раз. Консультируют детей с врожденным пороком сердца. В команде специалист ультразвуковой диагностики, экспертного класса, кардиолог и аритмолог. Если у родителей возникает желание приехать на оперативное лечение в федеральный центр, то оказывается помощь в оформлении документации, в записи. Ну и, соответственно, контроль за поступлением операции полностью находится в ведомстве ваших докторов. Специалисты приезжают на Северный Кавказ два раза в год. В каждом регионе проводят два дня. В республике обследуют около 200 детей. Пациентов старше 18 лет принимают в четвертой поликлинике. Родители заранее ждут приезда врачей, чтобы повторно проконсультироваться и получить новые рекомендации. Врачи очень внимательны, очень внимательно сделали УЗИ, очень хороший специалист. Так же было и в первый раз. Опять же дали новые рекомендации и я наблюдаю улучшения у ребенка. Меня это очень прям устроило. В роще Хеттага благоустраивают территорию. Светилище облагораживает команда волонтеров. На въезде уже проложили новый асфальт. Сейчас возводят стилизованную башню, планируют обновить и изображение покровителя мужчин. Завершить планируют до 15 июня. Часть работ финансирует администрация лагерского района. Помогают и неравнодушные жители республики. Наверное лет 30 никто не вычищал вот это все. Вот посмотрите, вот сколько здесь поломанных деревьев. Это же все надо вычищать. Вот здесь есть такая поверье, что ябнай неси хащан. Я же никуда там его выносим. Мы выносим, сжигаем и пепел обратно туда заносим. И все это остается внутри. Работаем во благо. Не користи ради, а во благо. А в Центральном парке по госпрограмме развития СКФО меняют сети хозяйственного бытового коллектора. Работу начали год назад. Сейчас трубами диаметром от 500 до 800 миллиметров заменили почти 5 километров сетей. Также по проекту предусмотрели подпорную стену на правом берегу Терека. Больше 4 кубометров бетона уже залили. Начинаем работы в Центральном парке имени Хитагурова. Мы выжидали, пока пройдут у нас праздничные дни, 1 мая, 9 мая, чтобы не создавать неудобства для наших граждан. И постараемся все эти работы провести в кратчайшие сроки. Это у нас месяц-полтора с непосредственным восстановлением всех тех поврежденных тротуарных участков, где у нас брусчатка, где у нас плитка. Водная станция в районе Китайской готова на 80%. Работы там начали полтора месяца назад. Подровняли деревья, расчистили сухостое. Со стороны автобусного переулка строят удобный спуск. Сейчас обустраивают пруд, детскую зону отдыха, футбольные, волейбольные площадки, трапы для катамаранов и питьевой фонтан. Больше 10 лет место было запущено. А после открытия купального сезона водная станция сможет принимать около 2000 человек в день. Все очень ждем, когда начнется купальный сезон. И будет весело, будут все ходить. На данный момент мы окончили очистку дна озера от ила. И дальше начинаем заливать лестницы. После того, как мы наберем воду в озеро, мы отдадим пробы воды для экспертизы. И после лабораторных заключений уже будет принято решение по целине. Антиринумы, астры, георгены и агератумы. Около миллиона цветов украсят улицы Владикавказа. Оделенение столицы начали ранней весной. Подготовить землю, высадить растения, а самое главное – ухаживать за ними. Так облагородят около 30 тысяч квадратных метров. Работают три бригады. Тридцать специалистов ежедневно удобряют, подкармливают и пропалывают цветы. С такой заботой они проживут до первых холодов. Стараемся, чтобы наш город был яркий. Для жителей города, чтобы он приносил разнообразие цвета, красок, чтобы радовал глаз наших гостей города и жителей. Окунуться в удивительный космический мир и попробовать отыскать ответы на извечные вопросы. В филиале Мариинского театра состоялся пресс-показ интерактивного балета спектакля «Солярис-2». Созданного питерским постановщиком-хореографом Юрием Смекаловым. Главной роли исполнили местные артисты балета. Что если свет в конце тоннеля – это отражение внутреннего «я», мира полного тайн, разгадать который человек пытается всю жизнь. А ведь у каждого он свой, такой уникальный, звездный, глубокий, недосягаемый. В необъятном космическом пространстве на планете Солярис прямо на глазах у зрителей зарождается новая жизнь. Еще совсем хрупкий и неокрепший, он не способен существовать без нее. В основе постановки – всемирно известный сюжет научно-фантастического романа Станислава Лема «Солярис». Своё видение истории питерский хореограф-постановщик Юрий Смекалов воплотил на сцене с помощью языка тела. Главной ролью в интерактивном спектакле исполнили артисты балета филиала Мариинского театра. Этот спектакль был поставлен пять лет назад, но сегодня, благодаря нашему взаимодействию с артистами, с труппой филиала Мариинского театра, это превратилось в новую работу, которая теперь имеет новые смыслы как для меня, так, я думаю, и для всего спектакля. От истинного света к вечной тьме и наоборот. Словно по кругу герои проходят один и тот же сценарий, то принимая сторону зла, то снова устремляясь к солнечному свету добра. Это непрерывная борьба, внутри каждого из нас своя, равно как и поиск ответов на извечные вопросы. Моя боль, скорее всего, как я чувствую, это надежная опора, на которой должны держаться все участники, показывать какую-то поддержку. На самом деле, очень интересная роль, потому что и каридафия, и музыкальные материалы, они с таким еще не работали. Те же эмоции, чувства и переживания, будто галактическое измерение, единственное, что отличает будущий мир от нашего. Такие разные непохожие, все персонажи части одной личности. Без лишних слов они чувствуют друг друга каждым движением рук и ног. Здесь все построено на символах. Параллель можно увидеть и с элементами нардского эпоса. Например, яблони с белокрасными плодами или надочажная цепь. Фрагменты осетинской древней культуры нашли свое отражение и в необычной хореографии. Я, честно говоря, думаю, что когда пройдут премьерные показы, интерес к этому спектаклю вырастет в разы. Потому что это совершенно новое, когда мы что-либо вообще делали в стенах этого театра. Ни один сидящий в зале не уйдет без какой-либо философской мысли. Это не просто космическая одиссея, а диалог человеческой души с Богом, удивительной и многогранной, такой же, как и сама планета Солярис. Премьера будет проходить три дня на сцене филиала Мариинского театра до 28 мая. Анна Голобаева, Диана Кабалоти, Новости Осетии. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин